Лютня Лютня – один из первых струнных инструментов. На ней или на ей подобных играли в Хецком царстве, в Древнем Египте, Китае, Древнем Риме, Греции. И ее же слушают древние вампиры Адам и Ева, которые видели татаро-монгольское иго, инквизицию. Этот фильм выживут только любовники Джима Джармуша. И это музыка близкого друга режиссера Йозефа фон Миссама. Джим Джармуш изначально знал, что будет использовать лютню фон Миссама, но не делал официального предложения семь лет. Ровно столько понадобилось режиссеру, чтобы найти финансирование для фильма. Технически это была простая работа, вспоминает процесс создания саундтрека Йозеф фон Виссам. Единственная сложность – продюсеры, которые боялись экспериментальной музыки. Именно из-за необходимости постоянно что-то с кем-то согласовывать, сегодня он отказывается от аналогичных предложений. Людня за кадром в кадре гитары. Главный герой – Адам, андеграундный музыкант, который за свою долгую жизнь слышал, а то и знал лично всех великих композиторов. Лидер нынешнего поколения, по мнению вампиров, Джек Уайт. Да, он Джек Уайт. Малыш, Джек Уайт. Класс. Фильм «Выживут только любовники» стал одним из самых неоднозначных в биографии Джима Джармуша. Одни считают его чуть ли не лучшей лентой режиссера, другие, напротив, называют провалом. Любовники участвовали в нескольких престижных фестивалях, но остались без наград, кроме одной – персональной для Йозефа Фан Виссима. В 2013 году он получил за эту музыку премию Каннского кинофестиваля, а потом сказал, я сделал лютню по-настоящему современным инструментом. Джим Джармуш, «Выживут только любовники», саундтрек Йозефа Фан Виссима. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова